Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Дорогие мои, хочу вас кое о чем попросить. Пожалуйста, когда вы будете смотреть этот сюжет, то не только послушайте, о чем я буду говорить, но и услышьте то, что я хочу сказать. Тема Украины на сегодняшний день, она очень сложная и очень болезненная для многих из нас. И я тоже, как и вы, зритель, я тоже смотрю разные блоги. И я вижу, что блогеры, которые проживают за рубежом и имеют украинские корни, многие эту тему не поднимают, продолжают рассказывать про косметику, продолжают рассказывать про другие темы. Я на 5 месяцев остановила видео такого плана, но, несмотря на это, мне все так же продолжали задавать вопросы в комментариях, все так же продолжали писать с просьбы на мою личную почту возобновить такого плана информационные видео. Я категорически не согласна. Женщина мне вчера написала, что это темы для хайпа, это темы для просмотров. Я абсолютно не соглашусь с этим, потому что информационные видео и видео хайпа – это разные вещи. Хайп – это был тогда, когда половина Ютуба рассказывала, мусолила, обсасывала, простите за такие сравнения, тему, когда произошел случай в Британии, когда беженка увела мужа, и на все лады люди действительно хайпили. Я эту тему не касалась и не трогала. И поэтому, что касается предложения прекратить такие видео, или если они будут выходить, закрывать комментарии, я отклоняю. Я не могу закрыть комментарии, потому что в комментариях мы делимся между собой полезной информацией. Боты они были, они есть и будут. Я думаю, что многие из вас знают, что у меня есть еще один канал, который тематический. Я там показываю тарелочки с питанием для похудения. Мы там делимся именно тема похудения. Но тем не менее, там тоже есть боты, которые под видео, где ты показываешь еду, где ты показываешь какие-то упражнения для того, чтобы снизить вес. Они приходят туда и они пишут то же самое. Поэтому я, как и многие, кому нужна действительно информация, они на это не обращают внимания. Работа у ботов это такая. Пришел на один канал, на второй, на третий. У них по 20, по 30 аккаунтов. Они пришли, написали и ушли. И я первое время старалась как-то отвечать, какой-то диалог с этими людьми иметь в переписке, в комментариях. Но там нет диалога. Они пришли, оставили то, что им сказали оставить и пошли на другой канал. Поэтому комментарии я закрывать не буду. И после выхода первого видео, и оно снято было по просьбам тех людей, которым нужна была информация, я получила. Как в комментариях вы можете почитать, так и в личной почте. Очень много людей написали благодарность, что хорошо, что ты снова начала об этом говорить. Хорошо, что мы можем делиться этой информацией. Есть, конечно, наверное, те, которые уже все знают, как написала вот эта женщина, что и кому это нужно, это никому не нужно. Но я со своей стороны хочу сказать то, что я не могу закрыть эту тему, потому что я сама в этой теме. У меня мама в статусе беженца. И когда у меня были проблемы со здоровьем, именно женщина, моя подписчица, которая беженца, она не во Франции, но это именно она организовала мне видео-встречу с ее мамой, врач, которая меня проконсультировала. Когда моя мама лежала в госпитале, и ей были необходимы медикаменты, которые во Франции мы не можем купить, мы не можем нигде их здесь получить, поскольку они не лицензированы. Они есть в других странах, Италия, Испания, Украина. И именно женщина, которая была здесь в статусе беженца, первая откликнулась, и даже не дожидаясь, что да, 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 пожалуй, не дожидаясь моего ответа, она купила и выслала нам эти лекарства. Поэтому я, в свою очередь, считаю, что если у меня есть что сказать, если у меня есть чем поделиться какой-то информацией, я буду это делать, поскольку если люди отвечают добром, то почему я должна закрываться и сидеть рассказывать, ой, какие птички красивые, а вот у меня помадка. Да, будут у меня и такие видео, потому что это влоговый канал, это канал о моей жизни, но так сложилась эта жизнь, что тема Украины и тема беженцев, она со мной. Это моя жизнь, и поэтому, если кому-то что-то не нравится, я понимаю, что такой контент не для всех, кому-то он не интересен, кто-то вот как боты приходят лишь бы там что-то засорить, что-то написать, не обращайте на это внимания. Вот буквально вчера я получила письмо от женщины из Харькова, которая сейчас находится во Франции, и она у меня спросила, что есть ли желающие, что сейчас вот она легально оформлена, как она мне написала, это не реклама, не подумайте, что это человек попросил, заплатил и я рекламирую. Я даже не буду оставлять координат, если кто-то заинтересован в изучении французского английского языка, напишите мне на почту, я ей передам ваш email и вы будете уже сами потом договариваться. Ну просто люди, посмотрев какие-то видео, мое или кого-то другого, кто проживает здесь, кто знает какие-то законы и делится этой информацией, они благодарны за это. Те, кому это не надо, пожалуйста, проходите мимо, не тратьте свое время, не тратьте мое время, и живите, ну, наверное, своей жизнью и смотрите тот контент, который вам интересен. Я очень благодарна Ирине, которая мне дала советы, благодарна также другим моим зрительницам, которые предложили, что может быть что-то вот так сделать, может обратиться к нотариусу, может оформить, ну, это что касается моей мамы. Также были вопросы, вот вы знаете, люди пишут, что люди же разные приехали. Как быть инвалидом, кто выплачивает, будут ли выплачивать пенсию по инвалидности во Франции. Я ответила, что это невозможно. Если пенсия была назначена в другой стране, то эта страна вам будет выплачивать пенсию. Здесь только пособия. Но я даже не могу знать всего, несмотря на то, что у меня муж француз, и что как бы он может где-то по своим каналам что-то узнать. Я, как человек, проживающий здесь тоже и общающийся с социальными работниками. Иногда даже вот, когда мне люди пишут, и я спрашиваю у соцработников, которые работают в этой структуре, которые непосредственно занимаются темой беженцев, и некоторые моменты даже они спрашивают у своих начальников, узнают там, что как, они даже в этом не в курсе. Поэтому вот этот канал, вот такого видео, ну, не вот этот канал, а именно вот видео такого плана, они нужны для обмена информацией. И если закрыть комментарии, чтобы боты не приходили, будут люди, как вот и за вот этот период времени, писать мне на почту, у меня нет возможности. Я очень откровенно и честно все говорю. Нет возможности отвечать каждому. И поэтому, если человек спрашивает, конечно, там какие-то личные моменты, потому что много чего происходит, там уже это не для всеобщего обсуждения, и мы общаемся лично, непосредственно. И такая информация, конечно же, она не будет вот так вот в общем доступе. Что касается богатых, я даже на эту тему говорить не хочу, потому что люди, у кого есть средства, много, так скажем, средств, и они не пропадут ни во Франции, ни в Германии, ни в Украине. Они найдут свое место под солнцем. Эти видео, они не для них. Да даже эти люди, они не смотрят, потому что, когда есть деньги, то они у тебя есть, и ты можешь купить все, что тебе нужно. Эти видео для тех людей, которые в другой стране, потому что беженцы, это не только те, которые приехали тогда, еще в начале, когда мы приехали в марте, в апреле, в мае, люди продолжают приезжать, и люди не знают языка, и люди не знают всех законов, как и я не знаю всего, но когда мы вот так вот обмениваемся друг с другом, то это польза для всех. Поэтому я даже не хочу обсуждать то, что это какой-то хайп, какие-то просмотров немного. Вы не думайте, что если бы вышло видео, и сразу бы там было 100-200 тысяч просмотров, я бы сказала, о, да, 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 вы правы. Но они имеют одинаковые просмотры, как и с другими видео. И что тоже хочу отметить, я читаю комментарии, я смотрю, под какими видео, какие приходят комментарии. И когда мы были в Испании, вот совсем недавно, и до этого видео за 5 месяцев, когда я вообще ничего не говорила, все равно люди приходили, оскорбляли, писали непонятно что, но я уже сказала, что это боты, и они есть, и они будут, и они никуда не исчезнут. Не было этой ситуации. Они тебя троллили по поводу другого чего-то. Не важно, вот там им не важно. Им вот, у них есть задача продвигать свою тему. Кто-то приходит с провокациями, кто-то старается как-то вот такую вот грязь развить. У меня поставлены фильтры. И сейчас я вам даже, что на какие-то матерные слова, на какие-то оскорбления, сейчас очень многие комментарии, даже не мы, блогеры, когда стоят фильтры, ты не видишь этих комментариев. И сейчас даже YouTube все вот это фильтрует, и какие-то недопустимые вещи, они не проходят. Их не видите ни вы, ни я, потому что, ну, все понимают, что сейчас происходит, и все понимают, что идет информационная война, и от этого, ну, никуда не денешься. Поэтому я не хочу, чтобы опять я повелась на вот такие вот провокации. Закрой канал, закрой такие видео, не снимай, не говори, не делись информацией. Я уже это сделала, и я, как поняла, я ошиблась, потому что такие видео нужны. И люди сами мне об этом говорят. Это не мое личное желание. Для меня эта тема тоже болезненная. Но, как я уже сказала, я в этой теме, я с этим живу. И я тоже сталкиваюсь с определенными трудностями, с определенным незнанием законов. И мне их тоже приходится решать. И если я что-то смогу сделать, в позитивном плане, и если я поделюсь этой информацией, и она поможет другим людям, я считаю, что если я этого делать не буду, то это будет просто бесчеловечно. Мне помогают люди. Почему я должна не помогать? Поэтому вот сегодня я очень вас прошу, услышьте, пожалуйста, то, что вот это идет у меня от чистого сердца. Это не... Я не обещаю, что эти видео будут каждый день. Я не обещаю, что я буду там снимать, как было раньше. Если будет чем поделиться, я расскажу. Если напишет человек мне в комментариях или там в личной почте, что можно там с вами как-то связаться, потому что многие... Вот вы посмотрите, Лиля, как с вами связаться? Я оставляю свой электронный адрес. Если кто не может на YouTube найти, в этой вкладке на последней страничке там есть электронный адрес, куда можно написать. Не все знают, как этим пользоваться. Многие вообще до переезда этим YouTube не интересовались, и многие не знают, как это все работает. Поэтому я всегда открыта для общения, и я делюсь тем, чем могу поделиться. Спасибо за понимание, спасибо за поддержку, спасибо за информацию, которой вы делитесь. Желаю всем мирного неба, и чтобы всегда у нас у всех все было хорошо.